и вы знаете про новые правила тихосмотра у нас в латвии до чипа и сейчас он выглядит вот таким образом ничего не изменилось все точно так же всем привет сегодня у нас гостях audi a6 2019 года в кузове c8 или 4к кому как удобнее с 3 литровым дизелем с одной турбины это у нас 170 киловатт 231 лошадь в сочетании с коробкой zf 8 hp она к нам приехала на доработки программного обеспечения до уровня стейдж 1 и замер на стенде как эта машина у нас младше чем 2013 год все вы знаете про новые правила тихосмотра у нас в латвии на том что он замеряется с 13 года машины на замер твердых частиц перед стейджем так как я знаю что вы многие боитесь что после чип тюнинга будет большое количество частиц мы сейчас ее замерим до того как будем прогонять и замеряем после стейджа едино стенда сколько будет частицы и покажем вам разницу это у нас достаточно красивый кузов audi a6 свежий красивый дизайн в совокупности с 3 литровым достаточно мощным и очень экономичным мотором причина визита владельца к нам это оптимизация программного обеспечения еще раз повторюсь мы сделаем грамотный стейдж повышение мощности снизится немного расход топлива и будет оптимизированы все рабочие процессы мотора сейчас мы сделаем замер на нашем аппарате капилек так но как мы видим показания у нас от нуля до двух тысяч единиц что я считаю во вообще идеально скорее всего здесь сажевым фильтром будет все окей но это мы еще проверим на всякий случай противодавление чуть позже все продиагностируем перед тем как заехать на стенд мы подключим диагностику проверим все есть наличие каких-либо ошибок во всей машине проверим противодавление сажевого фильтра чтобы было все в порядке и будем заезжать на стенд крепить машину есть у нас некоторые электрические ошибки что не касается мотора коробки и важных узлов сейчас мы все удалим и посмотрим что у нас останется я думаю что тут может быть где-то аккумулятор проседал иногда противодавление сажевого фильтра на холостом ходу у нас 78 миллибар и на оборотах 24 25 но в принципе идеально это двое две тысячи оборотов все будем заезжать на стенд привязывать машину и начинать замер кау до Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Самое главное в процессе замера мощности Качественно привязать машину Чтобы она не уехала никуда Ее в разные стороны не разбрасывало Чтобы она была притянута и четко стояла на своем месте Сейчас мы подключились Настроили компьютер Добавили все для логов Будем снимать лог для более точной оптимизации Софта Стоп Так, ну мы сделали первый замер Сняли лог файл Получилось у нас 240 лошадей 241 и 500 крутящего момента На 10 лошадей больше стока Крутящий по стоку Посмотрим, что там с файлом Возможно, там кто-то был до нас Потому что лошадей чуть больше Может быть, уже что-то кто-то делал Это будет видно чуть позже Так, мы сняли блок управления мотора Идем на стол его вычитывать Друзья, всем привет! Я сегодня вот в таком амплуа Перед монитором Хочу немножко вам рассказать Для чего мы снимали лог И какие оптимизации мы будем делать В оригинальной прошивке Чтобы достичь классного результата Мы в будущем уже планируем запускать обучение Поэтому будем делать такие маленькие шаги Хочется популяризировать эту услугу Рассказать больше людям о том Как вообще все это делается Развеять различные мифы И стараемся делать для вас контент интересным Чтобы не было сильно вот этого Ботаничества Но при всем этом Чтобы какие-то моменты Более красиво освещались На этой машине установлен Современный блок MD1 CP004 Очень много интересных настроек Очень много потенциала в нем закопано И очень-очень много карт Но мы будем редактировать Всего лишь несколько из них Итак, мы подняли ограничитель крутящего момента Так он выглядел до чипа И сейчас он выглядит вот таким образом То есть блок управления больше не будет ограничивать его Потом мы поработали над картой наддува Да, вот выглядит он сейчас так До этого было так Мы сделали немножко поровней И немного поработали над моментом впрыска Так называемая карта SOI Start of injection Кто-то ее еще называет углом зажигания По старинке И немного приподняли на 50 бар давления топлива Если мы посмотрим на лог Нас интересуют в данном логе три значения Это количество впрыскиваемого топлива Это желтенький график Синий график Это расчетный крутящий момент Исходя из впрыскиваемого топлива Рассчитывается он через карту TQIQ И температура выхлопных газов Красненький график Но ее мы трогать не будем Просто всегда для контроля Очень часто ты в нее упираешься И хочешь достичь лучшего результата А по факту работает ограничитель Который тебя дальше не пускает Ну все, идем заливать машину И смотрим, что у нас из этого всего получится Если кому-то из нас во время замера станет плохо Мы сможем замерить сердцебиение Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну мы закончили программирование Залили нашу прошивку Stage 1 Замерили два замера У нас получилось 305 лошадиных сил И 593 ньютон-метров крутящего момента Крутящий момент у нас достигается При двух 850 оборотах Что достаточно Ну, почти снизу Как только раздувка пошла Уже доступен полный крутящий момент И полка достаточно ровная Хочу заметить, что эти трехлитровые дизеля Достаточно хорошо поддаются программированию Мы получили плюс 60 Почти 60 лошадей И плюс 100 крутящего момента Просто на первом стейдже Ну, долго можешь отрезать Правильно? Отрежешь? Так, что мы еще хотели сказать? Сейчас мы снимем машину со стенда Уберем стропы Съедем И сделаем еще раз замер твердых частиц После Stage 1 Как я и обещал Покажем Будет ли какая-то разница или нет Так, что у нас покажет? Ну, как мы видим У нас было Тысячу-две тысячи Сейчас у нас больше тысячи Вообще не показывает Я думаю, что это даже связано с тем, что На стенде машина продулась Как следует Просто идеально Как мы видим После Stage 1 Ничего не изменилось Все точно так же Частицы в норме Абсолютно идеально После любой нашей работы Мы выдаем гарантийный сертификат Мы выдаем гарантийный сертификат Неважно, будь то это Dino Stage Либо вы отписали EGR Либо еще что-то Мы всегда даем гарантийный сертификат Потому что мы отвечаем За качество наших услуг Еще вы в подарок получите Вкусненький ароматизатор Вашу машину Если вы хотите себе Такой же Stage 1 С замером на Дину Штенгу Или любую другую из наших услуг Вы можете приехать к нам GVK PRO Pedro S28 Ставьте лайки Пишите комментарии Это для нас очень важно И нам будет полезно В дальнейшем нашем развитии